Такое событие для Уссолья-Сибирского уже, к сожалению, стало нормой, ведь город химиков в народе давно считается одним из самых экологически неблагополучных населенных пунктов. Ведь за год там может произойти сразу несколько подобных ЧП. О самых громких напомним прямо сейчас. Репутацию Уссолью-Сибирскому много лет портит бывшее городообразующее предприятие. Его территория давно заброшена, но она буквально пропитана вредными веществами. Химикаты везде, в почве, в воде, в воздухе. Так, например, в 2014 году на Уссолье-Химпроме произошла утечка хлора. Один человек пострадал. В 2015 году стало известно, что в земле на площадке находится 725 тонн ртути. Через два года выяснилось, что этот металл через стоки проник далеко за пределы предприятия, в том числе в ангару. Но не только бывший Химпром тогда наследил. Еще несколько действующих компаний уличили в сбросе опасных отходов в реку. На тот момент пробы показали ртуть превышена в 18 раз. И не только металлы попадали в воду в Уссолье. Так, в 2018 году в городе и вовсе ввели режим ЧС. Из-за попадания в ангару нефтепродуктов пятно дошло даже до свирска и могло попасть в городской водозабор. Буквально через полгода природоохранная прокуратура выявила еще одну экологическую проблему. Прохудевшиеся канализационные стоки города стали причиной попадания в ту же многострадальную ангару фекальных и ливневых стоков. И это только несколько примеров экологических бед Уссолья. Города, который может претендовать на звание одного из самых грязных в стране. Павел Жолудев, Юлия Шинкарюк. Новости по будням.